А нужна ли вообще вторая перегонка? Ведь наши предки обходились одной перегонкой и все были здоровы. Такое заявление я встречаю достаточно часто. Сегодня я отвечу на это заявление, а также на другие вопросы начинающих самогонщиков. Присоединяйтесь, поехали! Субтитры сделал DimaTorzok Приступаю к ответу на вопросы наших зрителей. И первый вопрос задает зритель под ником Александр Устинов. Вот что он пишет. Саныч, я новичок. Смотрел много разных роликов по браге. Как ставить? Такой вопрос. Нужно ли кипятить воду все 40 литров, чтобы поставить брагу? Либо нужно нагреть воды только для сахара. 10 литров, к примеру. Остальную воду можно не кипяченую, то бишь сырую. Александр Устинов, вы абсолютно правильно все поняли. Нагревается вода только для того, чтобы развести сахар. И этого будет вполне достаточно. Так что здесь я ничего вам не могу добавить, поскольку вы абсолютно правы. Остальная вода берется сыраем. Так сказать, вы заливаете просто в свою бражную емкость. Можете, кстати, и на самом деле, если вы пользуетесь спиртовыми турбодрожжами, сухими дрожжами, да, вы можете просто залить какое-то количество воды в свою бродильную емкость. Потом какое-то количество воды нагреть. Тоже залить ту же бродильную емкость, так, чтобы температура, общая температура этой воды была там 30-32 градуса по Цельсию. И запустить туда сахар. Там размешаете его и спокойно, в общем-то, можно ставить брагу. Если вы инвертируете сахар, то нагреваете воду, как я рассказывал в своих роликах, и инвертируете сахар именно с тем количеством воды, которое будет достаточно просто для приготовления сахарного сиропа. Следующий вопрос задает зритель под ником Промини Вик. Вопрос. Есть первый перегон перебродившего яблочного сока без сахара, без дрожжей. При втором перегоне какое количество голов нужно отбирать? Объем 6 литров 40 градусов. Значит, Промини Вик. Я что могу сказать? Я уже выпускал ролик на эту тему. Отсекается в таких случаях головы по формуле абсолютного спирта. Ссылочка на этот ролик сейчас появится на экране. Сейчас вам скажу коротко. Значит, вот если бы вы написали 6 литров 40 градусов, да? Это не то выражение, которое употребляют состоявшиеся самогонщики. Это не наш сленг. Самогонщик бы написал 6 литров 40% спиртозности. И вот отсюда как раз вам и стало все понятно. Раз в 6 литрах содержится спирта 40%, значит 6 литров умножаем на 40%, получаем 2 литра 400 миллилитров абсолютного спирта. С них отбирается 10%. Как правило, это вилка такая от 8 до 15. Для упрощения подсчета берем 10%. Итого 240 миллилитров голов вам надо это брать. Еще расскажу, что ссылочка, которая была на экране, там расписано все более конкретно. Следующий вопрос от зрителя под ником Владимир. Здравствуйте, Саныч. Не по теме к вам хочется узнать ваше мнение насчет индукционной плиты. Я думаю, более 2 киловатт не нужно. Хочу вот приобрести, а то все на газу и да на газу. Просто высоты не хватает мне колонну увеличить. Всего 90 сантиметров без бака рабочая. Так вот, вы, думаю, сталкивались с плитами, ну, может, что знаете. Я вот, допустим, представления не имею, может быть, что-нибудь посоветуете. Владимир, ну, что я могу сказать? Зависит все от того, какой у вас аппарат. Значит, я на сегодняшний день гоню на индукционной плите Хотберг. Плита мощностью 3,5 киловатта и вот с ручкой крутилкой. Кстати, она мне очень нравится, на самом деле, вот эта ручка-крутилка, она просто дает безумную точность регулировок. Особенно, когда вы отсекаете голову и вам нужно вот покапельный отбор настроить. Кроме того, эта плита очень нравится моей жене, которая, в общем-то, ее использует постоянно в свободное от перегона к время. Но 3,5 киловатта, я бы так сказал, что, на мой взгляд, такая плита нужна, если у вас перегонный куб порядка там 35-37 литров. Я долгое время гнал на плите 2 киловатта. Это была плита Айплата Т24, индукционная плита. У меня они тоже очень теплые воспоминания. Она прекрасно справлялась с баками до 20 литров. Однако, на первой перегонке она не всегда могла дать максимальную мощность, которая нам нужна. Потому что первая перегонка выполняется на максимальной скорости, как вы знаете. А эта скорость ограничена мощностью вашего холодильника. То есть, все тепло он должен утилизировать. Поэтому, если холодильник на баке стоит достаточно мощный, иногда плита не может дальше выдать больше энергии. И, соответственно, время перегонки несколько увеличивается. Но я не считаю, что это уж очень большой недостаток. Поэтому, если у вас бак на 20 литров, то 2 киловатта вам вполне-вполне хватит. Единственное, что я хочу сразу предупредить уважаемые зрители. И вот Владимиру скажу и другим зрителям. На счастье плиты, конечно, и на 5, и на 7 киловатт. Согласен. Но, вот по поводу этого пишет другой зритель, Владимир Колесов. Вот он что пишет. Саныч, здравствуйте, с Новым годом вас. Большое спасибо. И вас также с прошедшими. Тоже перед Новым годом купил ТЭН и регулятор на 4,5 киловатта. Но проводка не выдерживает. Выбивает автоматы, надо что-то думать. Вот я к этому и хотел привести вас. Вы можете купить индукционную плиту или поставить ТЭН, который будет там 5-7 киловатт. Но прежде чем идти на такие затраты, уважаемые зрители, вы подумайте, выдержит ли ваша проводка. До 3,5 киловатт практически каждая проводка выдерживает. Ну и то, если у вас старый дом, старая проводка, это тоже вопрос такой. Ну а 2 киловатта, конечно, практически любая проводка выдержит. Мне так кажется. Тем не менее, все-таки вот этот вопрос вы должны понимать. Что чем выше мощность плиты, тем лучше должна быть проводка. И может быть вам именно из-за проводки не стоит гнаться за какой-то вот высокой мощностью. Еще раз повторяю ответ на вопрос Владимира. Владимира, 2 киловатта на куб 20 литров вам вполне хватит. И далее мы переходим к вопросу по второй перегонке. Много я очень получаю вопросов, иногда просто утверждений. Честно говоря, я не очень люблю на эти вопросы отвечать. Но, в общем-то, сегодня решил еще раз высказать свое мнение. Итак, отвечаю сразу трем зрителям. Первый зритель Павел Чичев пишет. Саныч, а какой смысл в настаивании и третьем перегоне? После настаивания продукт разве не забирает ароматы? Это один вопрос. Далее пишет Павел Летанин. А вот не пойму, раньше все гнали один раз и пили все равно. Никто не говорил, что надо двойной или тройной перегон делать. А теперь все как один говорят, что только второй перегонки и только третий надо пить. И третий вопрос или утверждение Вильсур Шакиров пишет. Я делаю всегда одну перегонку. Пробовал два раза перегонять, разницы не ощутил. Аппарат у меня самодельный, система МСД. Качество меня устраивает. Я согласен, уважаемые зрители, с утверждением, что вот эти споры по поводу нужна ли вторая перегонка, нужна ли третья перегонка, они сейчас есть. Я так скажу, что эти споры были и за 100, и за 200 лет до моего рождения. Эти споры будут продолжаться через 100-200 лет после моего рождения. Но это лишь споры. Значит, вот что я хочу ответить, во-первых, Вильсуру Шакирову. Вот его устраивает первая перегонка, его устраивает качество. Значит, возможно, то есть, если вас качество устраивает, то это не значит, что в этом самогоне, который, спирт и сердце, который вы делаете, нет вредных фракций. То есть, нет голов, нет хвостов и так далее. Абсолютно не значит. Может быть, на органолептическом уровне их количество вам кажется минимально. На самом деле, это совсем не так. Второе. Значит, Павел Летанин. Что я вам скажу? Вот по поводу спора я сказал. Теперь, вот то, что вы утверждаете, что, а теперь все как один говорят, что только второй перегонки и третий надо пить. Значит, не теперь. Вот это вот не надо. Вот эти утверждения, которые, многие говорят, вот наши бабушки, дедушки делали самогон первой перегонки. Все у них было хорошо и никогда никто второй не делал. Все всегда все делали. Это не значит, что если ваша бабушка или дедушка гнали самогон, получали только первую перегонку, это не значит, что не было второй, третий и так далее. И это вот утверждение совершенно не соответствует действительности. Я могу это доказать. И рассказывал я об этом, кстати, вот в своей книге. Сейчас, минуточку. Вот. На 117 странице я разместил титульный лист книги 1792 года. Так. И кроме того, здесь на следующей странице я разместил рецепт. Один из рецептов этой книги. Я его сейчас вам зачитаю. Называется рецепт «Розмаринная водка». Слушайте внимательно. Возьмите, возьми 28 фунтов двоенного вина, фунт розмарину, горсть соли, давши стоять сутки-трое, перегонить через куб и подсластить тремя фунтами сиропа. Вот, в общем-то, и все. Книга 1792 года. Возьми двоенного вина. Двоенным вином назывался самогон после второй перегонки. После чего, как вы видите в книге, давши стоять сутки-трое, перегони через куб. То есть, сделай третью перегонку. Еще раз, книга 1792 года. И это значит, что уже тогда были технологии и второй, и третьей перегонки. И уже тогда люди делали именно так. Они только ограничивались первой перегонкой. Но, эти же рецепты откуда-то взяты, значит, они были еще и до 1792 года. То есть, далеко за 200 лет до текущего момента, сейчас 21 век, это 18 век, уже эти рецепты были. Так что, утверждение, что вот наши бабушки, дедушки, предки делали первый перегон, и все были удовлетворены им, и никогда никакой второй, третьей перегонки не было, это утверждение не соответствует действительности. И теперь, в этом же контексте, я отвечаю на вопрос Павла Чичева, который говорит, в чем смысл настаивания в третьем перегоне. Ну, во-первых, рецепт я вам прочитал, да? А смысл заключается в том, что во время настаивания, ваш самогон, после второй перегонки, он вбирает ароматику того ингредиента, на котором он настаивается. И через определенное количество времени, в данном случае розмаринная водка, через трое суток, вы пускаете в перегон и получаете прозрачную самогон, а точнее уже не самогон, а водку, прозрачную водку, но которая имеет уже запах и вкус тех ингредиентов, на которых она настаивалась. Другими словами, эти рецепты еще 1792 года, если вы посмотрите эту книгу, значит, ну там целая глава посещена ароматным водкам, которые уже в то время были, и наши, я так понимаю, дворяне и помещики активно их попивали. Вот, в общем, и все, что я хотел сказать по этому поводу. А спорить дальше, первая перегонка, вторая перегонка, вот, честно говоря, я не люблю, я вам высказываю свое мнение в своих видео, я считаю, что вторая перегонка просто необходима для сохранения вашего здоровья. Если вас такой постулат, ну, не устраивает, ну, что же я могу сделать, это, как бы, конкретно ваше решение. Я еще раз хочу сказать, что спорить на эту тему я не люблю, потому что, ну, с моей точки зрения, что родится ли истина в том или ином споре, еще и вопрос, а вот то, что время будет потрачено, так это однозначно. И последнее утверждение, которое останется без ответа, это написал Иван Грибалев, пишет следующее. Сахар весь бодяжный. Подобных утверждений я встречал достаточно много, и поэтому в одном из следующих видео я расскажу вам, как определить, какой сахар бодяжный, какой нет, чтобы вы могли выбрать тот сахар, который вам подходит для самого наварения. А на сегодня все. С вами был Самогон Саныч. Подписывайтесь на канал, будет много интересного. Подписавшись, не забудьте нажать на колокольчик, который находится под видео, чтобы быть в курсе новых выходящих роликов. Пишите комментарии, ставьте лайки. А вам, уважаемые зрители, здоровья и веселых застольей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова